...возможность выступить в этой аудитории на сессии противоречий. Значит, мой доклад посвящен местному распространенному раку поджелудочной железы, и я буду агентировать за то, что химио-лучевая терапия при этой форме заболевания остается пока стандартным вариантом лечения. Следующий стандартный. Что мы имеем на сегодняшний день? Что рак поджелудочной железы – это, ну, в общем, наихудший рак из всех. С самым короткой выживаемостью, с самым короткой вероятностью излечения, и, в общем-то, пациенты фактически обречены. И медианной выживаемостью у нелеченных больных с метастатическим раком она крайне малая, это 3-4 месяца. У больных, которые получают лечение немножко больше, но в целом картина достаточно плохая. Следующий стандартный. Какова статистика? Довольно значительное число больных на сегодняшний день заболевает этой формой рака. Он находится на 13-м месте. По смертности он существенно, смертность приближается фактически к заболеваемости. И что мы имеем? Что у больных в собирабельной форме медианной выживаемости все равно не очень высока. Это от 12 до 25 месяцев. Медианная выживаемость у больных с местом с постоянным раком – от 6 до 12 месяцев. Их при метастазах, для отдаленных метастазов – это 4-6 в месяц. Каков алгоритм лечения на сегодняшний день мы имеем? Это оперативное рак, в первую очередь, это оперативное лечение, затем проведение адювантной терапии, или же наоборот, проведение неадювантной терапии, затем проведение операции, возможно, адювантной терапии. Местно распространенный рак сегодня, современный подход – это проведение химио-лучевой терапии, или же химиотерапии, и в последующем иногда может быть конверсия больного в оперативное состояние проведения операции. И при диссиминированном раке это только химиотерапия, или только симптоматическая терапия, или последняя химиотерапия, затем симптоматическая терапия. Каковы отличия мест распространенного рака от операбельного рака? В общем, большая местная распространенность, которая чаще всего увлекает магистральные сосуды, что приводит к неоперабельности процесса. В общем-то, это чисто хирургическое разделение, биологически. Это близкие состояния в целом. И зачастую пациенты бывают неоперабельны не потому, что опухоль неоперабельны, а потому что у них выражены сопутствующие патологии, и столь сложная операция, как операция Уитла, ее просто технически данному больному нельзя выполнить. При этом в разных клиниках существуют различные критерии вообще операбельности больного. Есть центры, где протезируют и верхнюю женщину вену, и черепные артериальные сосуды. И у них критерии подхода к операбельности существенно шире, чем в тех клиниках, где подобных реконструктивных операций не проводят. Поэтому это две группы, которые пересекаются. И в общем-то их в целом иногда можно рассматривать, подходить со сходными критериями для клинического подхода. И у некоторых больных с местным распространенным раком после неодевантной терапии может быть конверсия в операбельное состояние, и пациент может быть проапелирован. Для больных с местным распространенным раком с исходно неоперабельным по данным КТ или МРТ, конечно, такая вероятность бывает меньше, чем исходно с операбельными формами. Следующая сторона. Операбельная операция, затем одевантная терапия. Но на сегодняшний день в самых крупных клиниках мира, которые занимаются этой формой опухоли, наилучшие результаты получены при проведении неодевантной химио-лучевой терапии при операбельном раке пожелучной железы. Для чего нужна неодевантная химио-лучевой терапия? В первую очередь для снижения риска местных рецидивов, которые достигают 30-40%, а при применении лучевой терапии снижается до 10-15% ситуации. И в данном случае лучевая терапия рассматривается в их один важнейших факторов локального контроля роста опухоли. Следующий слайд. И все протоколы современные по проведению неодевантной терапии фактически опираются на проведение неодевантной химио-лучевой терапии. Результаты неодевантной химио-лучевой терапии близки. Медианная оживаемость у больных составляет в районе 2 лет. Следующий слайд. Вот один из таких примеров. Это исследование М.Диандерсон в Канцер-Центр, где больным проводится неодевантная химио-лучевая терапия, гемцитабин плюс лучевая терапия с последующей операцией, с последующим проведением одевантной терапии. Следующий слайд. И если удается провести полноценное неодевантное химио-лучевое лечение и в дальнейшем больного прооперировать, то, по крайней мере, по результатам этого исследования медианной оживаемостью оперированных больных составила 34 месяца. Практически 3 года. Это, в общем-то, очень хороший результат. Пожалуй, один из самых лучших в мире. Но, к сожалению, тех больных, которых не оперировали, а таких больных было треть, ну, или чуть больше, чем, меньше, чем треть, можно назвать этих больных с местно распространенным раком, медианная оживаемость их, к сожалению, оказалась невысокая всего в районе 7 месяцев. Следующий слайд. И вот, каковы собраны вот здесь вот результаты протоколов по неодевантной химио-лучевой терапии. Они все на основе гемцитабина, они все очень близки, и медианной оживаемости больных колеблятся в районе 2 лет. Следующий слайд. Место распространенной раком. Лучевая терапия – это, в общем-то, тот метод лечения, который показал свою эффективность, хотя и ограниченную, существенно раньше, чем химиотерапия. Поэтому все последующие варианты лечения, они, в общем-то, сравнивались с эффективностью лучевой терапии. И, учитывая очень низкие, в целом, показатели выживаемости больных, на сегодняшний день очень трудно доказать преимущество одного варианта лечения над другим. Следующий. С чего началось? Были основные исследования, проведенные еще в далекие 60-е годы, когда сравнивали эффективность лучевой терапии против химио-лучевой терапии. Оказалось, что химио-лучевая терапия в комбинации с 5-фторноцилом, который был единственный препарат в те годы, статистически достоверно лучше, чем только лучевая терапия. И одно рандомизированное исследование сравнивало эффективность лучевой терапии в комбинации с 5-фторноцилом против 5-фторноцилом. И в этом же исследовании, достаточно древнем, было показано, что однолетняя выживаемость лучше в группе с лучевой терапией. Следующий слайд. Последующие исследования, которые проводились в этой области, мы видим очень малое число больных, которое практически не дотягивает до сотни, мы видим, что результаты лечения больных, химио-терапия против химио-лучевой терапии, в общем-то, практически одинаковые. Следующий слайд. А у исследований, которые были в последнее время проведены, уже в 2000-е годы, хотя количество пациентов тоже незначительное, мы видим, что результаты попросту конфликтные. Есть исследования, в котором показано, что генцитабин в монотерапии это лучше, чем комбинация 5-х торноцилци с платинку, с лучевой терапией, с последующим генцитабином. А есть исследования, которые показывают, что генцитабин это хуже, чем комбинация лучевой терапии с генцитабином. Но и там, и в одном другом случае разница нестатистически достоверна, ввиду того, что достаточно малое количество Таким образом, на сегодняшний день результаты тех исследований, которые были проведены, они противоречивы, и существенных различий в группах нет. Малое количество больных – это существенная проблема, очень трудно проводить клинические исследования, одно из них было попросту остановлено ввиду крайне медленного набора пациентов. Химио-лучевая терапия пока по сей пору остается стандартом лечения, но без уверенных, четких доказательств, насколько это эффективно. И рассматриваются на сегодняшний день различные новые варианты. Существует сегодня достаточно много новых методик лучевой терапии, которые позволяют добиться уменьшения зоны самой лучевой терапии, тем самым снизив токсичность и, возможно, усилить локальный эффект. И для изменения стандартов в лечении этой очень трудной патологии, а то стандарты, на которых пока, к сожалению, крайне неудовлетворительно, необходимо проведение новых клинических исследований. Одним из многообещающих подходов в этой области является проведение химиотерапии на первом этапе. У больных, которые не прогрессируют на фоне химиотерапии, это проведение химио-лучевой терапии для улучшения локального контроля над процессом. Таким образом, может быть, удастся улучшить общие результаты химио-лучевой терапии у больных с местно распространенным раком поджелудочной железы. Спасибо за внимание. Спасибо.